Здравствуйте! С вами миссионер Сергей Комаров, и мы беседуем на темы из книги «Деяний святых апостолов». Сегодня мы поговорим об одном эпизоде из книги «Деяний», вокруг которого не утихают богословские споры. Речь пойдет о наказании Богом Анании и Сапфиры, супругов, которые пожелали продать свое имение и отдать деньги церкви, но в последний момент решили солгать апостолам и часть денег оставить себе. После этого Анании и Сапфиры скоропостижно умирают. Возникает вопрос, неужели в Новом Завете Бог мог наказать людей смертью? И вообще наказывает ли Бог? Давайте прочитаем этот отрывок. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная случившимся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Итак, кто же лишил супруга в жизни? Неужели в Новом Завете Бог мог наказать людей смертью? Если открыть толкование святых отцов, мы прочитаем, что Бог через апостола Петра отнимает жизнь у супружеской четы за особо ненавистные ему грехи, сребролюбие и лицемерие, по Иоанну Златоусту святотатство. Например, блаженный Феофилакт пишет, многие из нечестивых, выставляя на вид то, что случилось с Ананией и Сапфирую, присуждают верховного из апостолов к смерти. Но обвинение касается не Петра, а скорее Духа Святого, произнесшего на них справедливый приговор. «Потому что Петр только изобличил их во лжи, а жизни лишил их обоих, как одинаково согрешивших, имеющий власть над жизнью и смертью, Дух Святый». Тоже нужно сказать и о Сапфире, потому что не Петр убил ее, но так как прегрешение было делом обоих, то судья одинаково наказал того и другую. Поэтому-то Петр, как знавший об этом и всегда вещавший Духом Святым, и изрек этот, принятый им от того же Духа, глаз. Итак, Дух Святой устами апостола Петра произносит приговор и умерщвляет Ананию и Сапфиру. Казалось бы, все понятно, но в другом месте мы читаем, что Бог есть любовь. Как сочетается любовь со смертным наказанием? Иногда говорят, что Бог никого никогда не наказывает. В Ветхом Завете Бог наказывал, да, но в христианскую эпоху беззаконник наказывает сам себя, мучаясь от последствий своего греха. И насчет Анании и Сапфиры говорят, что умертвел их не Бог. Он просто делает шаг в сторону и отдает несчастных обманщиков в руки сатаны. Якобы Ананию и Сапфиру убивают враг рода человеческого с согласия Господа. Давайте разберем подробнее вот эту теорию ненаказания. Надо признать, что в Писании и Святоотеческом наследии действительно прослеживается идея о том, что Бог способен наказывать грешника как бы пассивно, отнимая свою защиту и помощь. Достаточно вспомнить знаменитую песнь о винограднике, пророка Исаии, где Господь обещает неверному Израилю, винограднику, следующее наказание. «Отниму у него ограду, и будет он опустошаем». Однако, кроме идеи пассивного наказания, Библия полна примеров возмездия от Всевышнего через его прямые действия. И в Верхом, и в Новом Завете Бог карает грешников, вторгаясь в ход земной истории. Например, про нечестивого царя Ирода книга «Деяния» говорит, «Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Разве это не очевидное свидетельство Божьего возмездия грешнику? В той же книге сообщается, как через апостола Павла Господь ослепил уже пророка Иудеянина именем Вари Иисуса, а через Петра умертвил Ананию и Сапфир. Отдельного взгляда заслуживают наказание из книги «Апокалипсис». Иоанн Богослов изображает несколько седмеричных циклов страшных казней, имеющих обрушиться на грешное человечество в конце времен. Многие кары несут смерть, а некоторые оказываются даже хуже смерти. И в Новом Завете Бог также способен наказывать человека. Творец способен наказать не только в будущей, но и в настоящей жизни, вплоть до умерщвления. Причем здесь мы употребляем слово «наказание» не только в смысле научения, но и в значении заслуженной кары. Библия – очень цельная книга. Все части библейского текста находятся в неразрывной связи. Поэтому нельзя примитивно делить дохристианские и новозаветные действия Бога на плохие и хорошие. Нужно сказать, что разделение Бога Ветхого и Нового Завета как бы на двух разных богов, злого и доброго, было известно еще с древности. Подобные взгляды входили в разнообразные гностические системы, осужденные церковью. Но христианство всегда исповедовало единого и неизменяемого Бога двух заветов. И обе части Библии считало богодухновенными. Да, в отношениях Творца с людьми прослеживается некая божественная педагогика. В Новом Завете он являет себя несколько иначе, чем в Ветхом. Но все же это один и тот же Бог, который себе не противоречит. По своей природе Творец неизменен. Просто в разных библейских текстах проявляются разные аспекты его природы. Мы можем найти в ветхозаветных книгах образ Господа любящего, сострадательного, человеколюбивого, а в новозаветных – жесткого, грозного, гневающегося, неумолимо справедливого. И все это единый Господь. Дадим некоторые примеры. Ветхий Завет. Книга Исход придает Богу такие качества, как человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Второзаконие называют Бога Отцом. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя», восклицает Господь через Исайю. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был», передает слова Божии Иезеки. Эти стихи, характеризующие Бога, открытого человеку в Ветхом Завете, вполне уместны были бы и в Новом Завете. А теперь посмотрим на Новый Завет. Новозаветный Бог способен не только любить, миловать, исцелять, воскрешать, но и гневаться, ненавидеть, наказывать, воздавать по заслугам, умерщвлять. Разумеется, это не значит, что у Бога есть подобные нам страсти. Это просто показывает реакцию Бога на человеческий грех, реакцию святости на беззаконие. На примере засохшей смоковницы Христос показывает, что в некоторых случаях Его сила может действовать разрушительно. Вот Он взирает с гневом на фарисеев. Вот Он дважды изгоняет торговцев из храма не словом, а действием. В послании к римлянам апостол Павел пишет, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Так же, как и в дохристианскую эпоху, Господь напоминает о своем праве наказывать как во время земной жизни грешника, так и после нее. Он творец жизни и создатель человека и имеет право лишать нас той жизни, которую Сам дал. Не по злобе или мстительности. Бог есть любовь, но по своему таинственному промыслу. Современный мир хочет видеть Бога этаким добреньким дедушкой, который всем улыбается, все разрешает, все прощает. Востребована мода на толерантного Бога. Духовно расслабленная цивилизация порождает образ расслабленного Бога, с которым легко иметь дело. Ты творишь, что хочешь, а Бог тебя любит и заведомо все прощает. Только веруй в Него. Проповедует исказивший истину мир. Наше развращенное сердце очень хотело бы согласиться с этим. Однако Священное Писание не знает такого Бога. Наш Бог не такой, и Его любовь не такая. Словно предугадывая будущее искажение Слова Божьего, святитель Кесарий Арльский еще в VI веке написал, толкуя эпизод об Анании и Сапфире, чтобы мы опрометчиво не предполагали, что такое, имеется в виду наказание грешников, богодухновенными людьми. Происходило только в Ветхом Завете. Давайте внимать блаженнейшему и кратчайшему апостолу Петру и посмотрим, как действовал через него Святой Дух в отношении Анании и Сапфиры. Как бы то ни было, это совершилось не для того, чтобы блаженный апостол отомстил за себя, ибо он не претерпел от них никакого оскорбления, но Святой Дух устами Петра вырвал с корнем, начавший давать побеги, дурной пример неверности. Мы не потому обсуждаем эти жесткие примеры Священного Писания, что смакуем мучения заблудших. Наоборот, мы совсем не желаем, чтобы справедливые кары Божьи достигли всех тех, кто их заслужил, особенно нас самих. Я хочу от Господа милость, и мое сердце привлекает к Всевышнему именно любовь Божья, а вовсе не его наказание. Но искажение образа Бога, данного в Писании, не есть дело любви. Необходимо менять себя по Библии, а не Библию по себе. Мы имеем дело с живым Господом, Творцом неба и земли, который не вмещается в рамки человеческих рассуждений. Да, Бог есть любовь, но, как мы увидели, любовь Божья отличается от представлений грешного человека о ней. Она святая, и потому до конца нам непонятная. Она ведет ко спасению грешного и непослушного человека, и на этом пути может проявляться очень непредсказуемо для нас быть жесткой, строгой, ревностной, жестокой, сверхлогичной, иррациональной. Все это в ней каким-то образом соединяется. И этот аспект непостижимости Бога необходимо учитывать, когда мы говорим о Боге и о Его любви к нам. До свидания. С вами был миссионер Сергей Комаров. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова